Привет! Как дела? Сегодня продолжение истории о нашей с подругой поездки в феврале 2018 года на северо-запад Англии. И в прошлом ролике я вам рассказывала про такой город под названием Ланкастер. В этом ролике рассказ про город Карлайл. Итак, вечером мы приехали, поселились в отеле прямо рядом с вокзалом города Карлайл и провели в нем две ночи. То есть мы приехали с Ланкастера, провели ночь и пошли гулять по городу Карлайл. И после этого переночевали и поехали в Дамфриз, оставив сумки в нашем отеле, в котором мы ночевали. Так как в Ланкастере нам, допустим, не разрешили в отеле, где мы не были их жильцами, оставить сумки. У моей подруги был небольшой чемоданчик, у меня достаточно тяжелый рюкзак. Не хотелось просто с такими котомками ездить по городам и селам и смотреть эти города и носиться с этими сумками. Поэтому очень рекомендую для тех, кто путешествует, бронировать отель уже в том городе, где вы будете гулять в следующий день. А потом, если вы, как мы, поедете недалеко, то есть мы после этого поехали в Шотландию до Дамфриз, это буквально там в 15 километрах от Карлайл, оставив сумки в отеле, мы вернулись обратно, потому что наш поезд был обратно через Карлайл. Опять же таки, и уже поехали в Стоконтренд. Ну вот это такой маршрут, просто напоминаю, какой у нас был. Итак, о городе Карлайл. Что мы там делали, что увидели и чем вообще он нам запомнился. Итак, город Карлайл находится на краю северо-западной границы Англии. Недалеко, в 16 километрах от этого города, находится уже граница с Шотландией. Начинается уже Шотландия. Исторический центр Карлайл включает в себя замок, построенный Вильгельмом, то есть Вильямом Рыжим, музей, собор, а также оригинально выполненные городские стены. У Карлайл оригинальная судьба. Однажды он был английским городом, ближайшим к шотландской границе. В другое время он был шотландским городом, самым ближайшим к английской границе. На данный момент он входит в состав Англии. Это индустриальный город с конца 19-го, начала 20-го века, который специализируется на текстильной и пищевой промышленности. Город Карлайл приобрел известность в связи с проклятием Карлайла. Впервые это проклятие прочитал архиепископ Глазго в 1525 году. В то время граница между Шотландией и Англией пролегала вдоль города Карлайла, и ни одна из стран не могла обеспечить порядок в этом городе. Посетивший эту местность, тогдашний Папа Римский назвал эту область самым беззаконным местом на земле. Когда Папа отбыл, архиепископ Джавин Дунбар проклял тогдашних разбойников, промышлявших кражей скота, насилием и грабежами. После этого уже в наше время был установлен камень проклятия в центре города, потом его перемещали в музей, потом обратно вернули в центр города. В основе празднования миллениума муниципальный совет решил установить в городе камень со старинным проклятием в адрес злодеев. Проклятие на старом английском языке высечено из 1069 слов на камне-монолите, который весит 14 тонн. В 2001 году камень был установлен в центре города, но, к сожалению, мы его так и не нашли. Скорее всего, он находится в городском музее, в который мы тоже не попали. Жители Карлайла потребовали убрать из города этот камень или ликвидировать его совсем. Виной всему послужило их мнение, что после установки камня Карлайла на город свалились несчастья. С тех пор Карлайл пострадал от эпидемии ящура, его жители гибли в наводнениях и массово теряли работу. И даже футбольная команда Карлайла пришла в упадок. Решением городского собрания это предложение было отклонено 8 марта 2005 года и камень проклятий остался в городе. Мы же, когда вышли из своего отеля, пошли гулять по городу, пришли в первую очередь на центральную площадь, где был информационный центр и немножко какие-то различные скульптуры и универмаги города. Это Маркс и Спенсер и еще какие-то другие магазины. Но магазины это не наш профиль в поездках по разным городам Великобритании. Поэтому мы направились в городской кафедральный собор. Надо сказать, что с погодой нам не повезло в этот день. Моросил дождик, а как раз когда мы дошли до собора, очень сильно зарядил ливень. И мы спрятались в соборе, ходили там, рассматривали его. Кстати, в соборе очень интересно оформлен купол. Такое как бы звездное небо разворачивалось перед нашими глазами. А по центру собора стоит такое зеркало, где можно посмотреть, как выглядит это небо. А мы еще и наши моськи туда засунули и сфоткались. Ну, как бы посмотрели там и орган, и нефы, и кто там похоронен, и вообще, что написано по стенам. Так как дождь лил, пришлось все читать. Ну, я не очень люблю все эти исторические штучки. Это моя подружка вот как раз ходила, все это читала. А я ходила, фотографировала и снимала на видео. Затем мы отправились в сторону Занка. По пути нам встретился как раз таки музей. Мы зашли туда, посмотрели расценки, посмотрели, сколько этажей смотреть и что там смотреть. По-моему, там то же самое, что и в других городах. Всякие останки динозавров, ископаемые, полезные, неполезные. В общем, вся эта фигня, которая есть в каждом городе. Но, конечно, про сам город тоже интересно было бы посмотреть. Но у нас не было столько времени тратить на музей. Тем более, он был платный и стоил достаточно дорого. А мы напротив музея нашли вот такую вот красную дверь. High addressing салона. То есть парикмахерская. На фоне которой, наверное, каждый турист фотографируется. Потому что она как раз находится на пути в замок. И это самое яркое пятно, которое запоминается, наверное, из всего города Карлайл. Замок сильно не впечатлил. Там стояли пушки. Там тоже был какой-то военный музей. Мы туда тоже не пошли. Фотографировались внутри. Посмотрели вот эти вот рвы, укрепления. В общем, замок и замок. Потом мы немножечко прошлись вокруг замка. И там уже начинался парк. Но так как лил дождь, мы решили пойти куда-то уже погреться, что-то перекусить. И направились в сторону High Street. Где мы и нашли Карлайл Маркет. Маркет это рынок по-русски. Там мы тоже походили, посмотрели, как это все выглядит. Что продают, сколько стоит. Ну так, не очень-то интересно ходить по рынкам и магазинам, когда ты приезжаешь в город. Надо было все-таки, наверное, идти в музей. В следующий раз сходим. И вот как раз рядом с этим маркетом находится High Street. Находится универмаг. По-моему, это Деберхамс. Или там вообще все универмаги собраны. То есть основной шоппинг-центр у них там находится. И мы решили залезть наверх, посмотреть виды этого города. Возможно ли там что-то увидеть с верхушки. Ну, обычно с верхних этажей универмагов я снимаю видовые фотографии или видео в разных городах. Если я не могу найти смотровую площадку на какой-нибудь верхушке горы или там, я не знаю, небоскреба. И вот мы поехали на сам последний этаж. По-моему, это был пятый. И вышли на парковку. То есть у них наверху на универмаге находится паркинг. И там машины, несколько машин было припарковано. И мы походили вокруг, посмотрели на разные стороны города и поснимали вот что есть, то показываю. Погода уже налаживалась, но темнело. Так как это был февраль, мы пошли в отель, немножечко там передохнули, перекусили. И решили пойти в другую сторону от замка и от нашего отеля, посмотреть, что находится там. Там ничего особенного мы не нашли. И пару интересных пабов встретилось по пути и различные церквушки. Ну так, походили, пофотографировались. И уже когда стемнело, мы решили еще посмотреть, что там находится на центральной площади города. И там мы увидели привидение. Это было невообразимо. Это было очень интересно для меня, потому что, ну, это опять же-таки одно из развлечений, можно так назвать. Голограммы ходили внутри информационного центра. То есть там свет был выключен и просто проходили перед окнами привидения. Я так смотрю, сначала не поняла, что такое. Окна выключены, там кто-то ходит такой, какие-то силуэты. А потом свою пушку туда направила, свой объектив. И увидела, что там просто голограммы различных, по-моему, королей, принцесс ходят и что-то там происходит. И там, причем, не просто они так ходят, а целый спектакль, по-моему, какой-то разворачивается. Очень интересная фишка. Мне вот этот город запомнился именно вот этим событием. Ну и после этого мы просто пошли в отель и легли спать, а наутро мы отправились уже в Шотландию, в город Дамфрис. Но об этом я расскажу вам в следующий раз. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!